Из беседы святителя Иоанна Златоустова, беседа на ту тему, что как мы нуждаемся в друг друге. Что сегодня я в ком-то нуждаюсь, завтра во мне кто-то. И это, говорит, обыкновенное, так и должно быть. Сегодня у одного избыток, а у другого недостаток. А завтра может быть наоборот. У того будет недостаток, у этого избыток. Поэтому нужно жить, как говорится, в дружбе всегда и видеть нужды других. Сегодня кто-то в нужде и в изобилии. Окажи противниму руку помощи. Знай, что помогающий нуждающемуся дает, говорит, в руку самому Господу. И сколько ты дашь, столько тебе и возвратится оно. А мы часто просим, дай, дай мне, а сами-то ничего и не дали. Помоги, Господи. А скажешь, а я помог кому-нибудь. Сделай то-то, Господи, еще, что, а я сделал ли это для ближнего своего. А кому мы делаем добро, это мы делаем для Господа. Он говорит, я был голоден, не накормили, жаждал, не напоили, нак не одели. В темнице был больной, не посетили меня. Как мы, Господи, где тебя видели, это? Да вы не сделали это ближнему одному. Вы не сделали мне. Мы часто, нам на пути встречается наш Господь, протягиваем руку, но мы проходим мимо, мы не замечаем этого. Думаю, да это так, что-то это. А во всем нужно видеть творение Божие. Какой бы ни был человек, он творение Божие тоже. И вот здесь так святитель говорит об этом. Так устроил Бог по незлаголонной премудрости. В самом деле, если мы нуждаемся друг в друге, самая необходимость во взаимной помощи не соединяет ли нас узами дружбы. А если бы мы сами могли удовлетворять своим нуждам, то не сделались бы неукротимыми зверями. Потому Бог силою и необходимостью покорил нас друг к другу. И мы ежедневно сталкиваемся друг с другом. И если бы он снял эту узду, кто бы стал искать дружбы ближнего? Итак, не будем почитать этого постыдным. Не станем молиться и говорить, не дай нам иметь нужду в помощи другого. Напротив, будем молиться, говоря так. Не попусти, чтобы во время нужды нашей отказали нам, могущие, подать нам помощь. Не нуждаться в помощи другого, а похищать принадлежащие другому тяжело. Между тем, об этом мы никогда не молимся и не говорим. Не попусти мне пожелать чужого. Напротив, нуждаться в другом кажется для нас ужасным. Павел много раз бывал в нужде и не стыдился. Напротив, даже радовался и хвалил, оказывающих ему услуги, говоря, «И в Кесалонике раз и два присылали вы мне на нужду». И еще другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. «И будучи у вас, хотя терпел недостаток, но никому не докучал», – послание Коринфянам, говорит он. «И так стыдиться этого свойственно душе. Да и Богу так угодно, чтобы мы имели нужду один в другом. И так не мудрствуй через меру. Ты говоришь, не могу переносить многократно умоляемого и непреклонного человека. Но как же Бог переносит тебя, которого Он многократно просил и не был услышан, хотя просил о том, что для тебя же полезно? Ты говоришь, я раб его. Что ж из того? Если ты раб его, узнаешься, а он, владыка твой, алчит и не имеет необходимой для себя пищи, то защитите тебя имя раба. Напротив, оно еще более обременит тебя, когда ты живешь в трехэтажных палатах, а он не имеет необходимого крова. Когда ты почиваешь на мягком ложе, а он не имеет возглавия. Ты говоришь, я подал, но не должно прекращать подаяние. То есть говорит о том, я подала, говорит, уже милостю не там. Могу же теперь и не делать этого. Ты говоришь, я подал, но не должно прекращать подаяние. Тогда только ты можешь иметь извинения, когда сам не имеешь, когда сам ничем не обладаешь. Да коли же у тебя что-нибудь есть, то хотя бы ты подал и тысячу, и тысячи нищих. Но пока есть другие алчущие, тебе нет извинения. И если же ты еще запираешь пшеницу, возвышаешь на нее цену и помышляешь новые, неслыханные способы для получения прибыли, то какую будешь иметь надежду на спасение? Тебе заповедано даром давать алчущим, а ты не хочешь дать и за умеренную цену. Христос истощил для тебя славу свою, а ты не уделяешь ему и куска хлеба. Пес у тебя объедается, а Христос изнемогает от голода. Раб твой от пресыщения расседается, а твой и его владыка не имеют нужной пищи. Где так поступают друзья? Примиритесь с Богом, потому что это дело врагов и самых злых неприятелей. Итак, постыдимся ради тех благодеяний, которые мы получили еще, и имеем получить. И если придет к нам нищий, просить милостыни, примем его со всем благорасположением, утешим, ободрим словом, чтобы и самим получить то же от Бога и от людей. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Говорится в Евангелии от Матфея, 7 глава. Этот закон не имеет в себе ничего тяжкого и неудомоносимого. Чего хочешь себе, говорит, то и делай. Воздаяние равное. Но не сказано, не делайте того другим, чего не хотите себе. Но предписывается гораздо большее, то удерживало бы только от зла. А это требует делать добро. В последнем заключается и первое. И не сказано так, и вы желаете, но творите им, делайте. Какая же польза? В этом закон и пророки. Хочешь ли получить прощение? Прощай и ты. Не хочешь слышать худого? Не говори худого. Желаешь, чтобы тебя хвалили? Сам хвали других. Хочешь, чтобы у тебя не похищали? Сам не похищай. Видишь ли, как он доказал, что добро свойственно нам по природе, и что мы не имеем нужды ни во внешних законах, ни в наставниках. Тем уже самым, что желаем или не желаем себе что-нибудь от ближнего, мы налагаем на себя закон. Таким образом, если себе не желаешь, а другому делаешь, или себе желаешь, а другому не делаешь, то сам на себя произносишь суд, и ничем уже не можешь оправдаться, будто бы не знаешь и не понимаешь, что должно делать. Итак, молю вас, восстановите сами в себе этот закон, и читайте эти ясные и краткие начертания. Будем для ближних такими, какими желаем иметь их для себя, чтобы насладиться нам и в настоящей жизни спокойствием и достигнуть будущих благ. Благодатью и человека любим Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Слава Тебе, считаю. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня грешника, но удостоил меня приобщиться с святынь Твоей. Благодарю Тебя, что меня не достоина причаститься при чистых Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, ради нас, умерший, воскресший и даровавший нам эти страшные и жатворящие Твои таинства, во благодеяние освящения души тел нашей, сделай, чтобы они были им не в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, в просвещении чьей сердце, а чьей сердце моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнении мудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в умножении божественной Твоей благодати, Твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый имя во священии Твоем я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего владыки, благодетеля. И таким образом, пусть я из дешней жизни в надежде на жизнь вечно, в достигке места вечно покоя, день непрестанных глаз, празднующих и бесконечно наслаждений, взирающих на несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинная цель, стремление неизлить, нима радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя воспевает все творения во веки, аминь. Владыка Христе Божий, царь веков и создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне и за причащение причистых и жаборящих Твоих тайн. Молю же Тебя, благой человеколюбивый, и сохрани меня под кровом Твоим и тени крыльев Твоих, и дар мне чистую совесть до последнего моего вздоха, достойно причащается к святынь Твоих, в прощении грехов и в жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и Тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший ты еще мне плод твою добровольную Твою огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди, лучшие члены тела моего, все суставы и во внутренности в сердце, и сожги терния всех моих согрешений, душа очистя с эти мысли, колени утверди с костями вместе и просвети пять главных чувств и во меня пригвози страхом пред Тобой, всегда защищай, храня и береги меня от всякого вредного для души, делай слово очищаемого и устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня. Яви меня в Твою обитель единого духа и уже не обитель греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякие злодеи, всякая страсть как дома Твоего, как от огня, когда Ты безу себя Тебе представляю всех святых начальников поиск бесплотных претечит Твоего мудрых апостолов и всех не порочных чистых махи. Приими их молитвы милосердной, Христос, Мой Сыном Света, соделай Твоего, служителей, ибо Ты едины, благое освящение так же сияния так наши и Тебе, как подобает Богу и владыки, всем и славу высылаем каждый день. Дело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне жизнь вечную, кровь Твое, драгоценное, прощение грехов, да будет же не это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, сподобие мне грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам и чистой Твоей, Матери, всех Твоих святых, аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, свет помраченной моей души и надежда покров, прибежащую решение радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойно стать причастником причистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердце моего, источник бессмертия, родивший живи меня умершленного грехов, милость, о Бога, любящая милосердие, Матери, помилуй меня и дай мне увеление сокрушения в сердце моем и смирение о мыслях моих и призвание к помыслам добрым, когда при нем бывает разумною, достой меня до последнего моего вздоха, небо суждения принимать святыню причисткой таинств, новость, целение души и тела и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дежурные и в этой благословенной и прославленной вовеки, аминь. И не отпущаешь и лов, нарабатывай, голодыкову, по глаголу, дай ему с миром и ковидество, очи мои, спасение Твое, неже и сюбратов предыцем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Святая Троица, помилуй нас, Господи, в честь и грехи нашего Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посиди, цели немощи нашей имени Твоих уроди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и приисны во веки веков. Аминь, Отче наш, иже и Сина небесе, иже светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как он на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам дни. Все остави нам долги наши, Пожие имя.